У нас очередная лекция в Университете рабочих корреспондентов Фонда рабочей академии Лекция называется у нас Производство, распределение и перераспределение материальных благ Читает ректор университета, кандидат экономических наук Галков Виктор Иванович Виктор Иванович, пожалуйста Добрый вечер, дорогие товарищи Эту тему мы не случайно включили в план занятий Университета рабочих корреспондентов Связано это со следующими причинами Ну, во-первых, мы знаем, что производство материальных благ Или материальное производство Это основа или первооснова человеческой жизни Это одно из фундаментальных положений исторического материализма И что мы видим сегодня? А что на это фундаментальное положение И те выводы, которые следуют из него Или базируются Это понятие производительного труда Понятие рабочего, рабочего класса Идет наступление со всех сторон Прежде всего со стороны нашего классового противника Со стороны буржуазии Каждый день льется, так сказать, в ушат всяких домыслов Измышлений, извращений Иногда и помоев В отношении прежде всего рабочего класса Со всех сторон И со стороны буржуазной науки Со стороны буржуазной статистики Со стороны публицистики Что все, времена изменились Но некоторые наиболее хитрые говорят так Что, мол, сто лет назад там с лишним Ну да, был в работе класс Совершил в 1917 году революцию Но это было очень давно А сейчас все изменилось Мы живем в другую эпоху И вот какие оршинные заголовки Те, кто следили за буржуазной прессой Вы даже можете догадаться, наверное В какую эпоху мы живем Эпоха это цифровизация Постиндустриальная эпоха Некоторые говорят даже Эпоха постфинансового капитала То есть здесь разнообразие величайшее А где рабочий класс? А его нету Нету Если он есть, то там где-то В конце списка А некоторые говорят И договорились до того Что вообще рабочий класс Уже мешает создавать Богатство наше общество Он уже не нужен Лучше бы от него вообще избавиться Ну понятно, что за этим стоит Всячески принизить Роль рабочего класса А его роль, как мы знаем Какая основная его роль? Совершить переворот В капиталистическом способе производства Прийти к социалии Это с одной стороны С другой стороны Есть очень большая группа Так называемых левых И сейчас благодаря интернету Каждый человек там может Или группа Что-то Сляпать, извините за выражение вульгарное Разместить в интернете И вот тоже воздействовать Определенным образом на ум Причем я обращаю внимание Что те, кто называют себя левыми Очень много Иногда Перещаголяют Во много раз То, что говорят нам Апологеты буржуазии Вот один из таких Здесь выступит Группа роликов Целых Несколько серий Таких мини-фильмов С таким Претенциозным названием В поисках пролетариата Вот там группа товарищей Задалась с целью Вот они сравнили Манифест коммунистической партии Это основополагающий Документ коммуниста С капиталом Марса Капитал Марса Это основное произведение марксизма И сделали вывод А пролетариата тоже нет Нет пролетариата А кто есть? Вы там назвали какой-то Северистариат Северистариат Если я правильно выражаюсь Ну от слова сервис Услуги Вот то есть Нет пролетариата Причем удивительное дело Но если ты критикуешь Я может уже В известном возрасте Я так полагаю Надо прочитать То произведение Которое ты собираешься критиковать Статью Либо книгу И пожалуйста Написать критику Но там То что я слушал Я выступил И со статьей Выступил на Ленру с критикой Этих товарищей Однозначно они не читали Они воспользовались достижениями Цифровой В кавычках Эры То есть сейчас же все эти тексты И капиталы И манифесты Другие произведения Любых Размечается Есть в электронном виде Ну так сказать Небольшую программку Написали И задали задачу Сколько раз Упоминает Марс и Йенгис Понятие Пролетариат Манифест Раз программа Выдала Сколько раз Употребляет Это понятие Использует Понятие Марс в капитале Программа Выдала Какие определения Выдала программа Сколько раз Марс говорит О рабочем классе Столько Пожалуйста А давшие В сравнении Сделали вывод Что в манифесте Марс и Йенгис Говорили о пролетариате А в капитале Уже Марс Практически Не говорит О пролетариате Значит Отказались На это Хотя Как я дальше Буду говорить Ничего не отказались Просто читать Надо произведения Потому что Таким путем Можно на горяде Все что угодно И третье Даже вот В наших рядах Периодически Возникают дискуссии Вот кто-то Задал вопрос Очень конкретный Такой-то человек К какой-то специальности Относится к рабочим Или не относится Является ли его Труд производительным Или нет И понеслось Такие дискуссии О чем это говорит О том Что проблема По-прежнему стоит Проблема Астра То есть Я возвращаюсь К манифесту Коммунистической партии То есть Он был опубликован В 1848 году И через 40 лет Уже Подготавливая Английское издание Манифеста В 1888 году Когда уже не было Живых Карла Маркса Фрейдрих Энгельс Сделал специальное Такую ссылку Замечание Что понимать Под пролетариатом Вот такое небольшое Вступление А с чего нам начинать Ну начинать надо Естественно С первоисточника То есть Начиная с Карла Маркса С основного Произведения Марсизма Капитала Вот практически В самом начале Там где Маркс Исследует Производство Абсолютной Прибавочной стоимости То есть Он раскрывает Тайну Прибавочной стоимости Он делает Водный парад Где дает Понятие Труда И он пишет Что вообще Труд Он свойственен Присущ не только Капиталистическому Производству Ведь он существовал И до капитализма И будет В будущем Коммунистическом Обществе И вот он Раскрывает Те основополагающие Базисные Моменты Труда Три момента То есть Труд Это сам Что такое Это целесообразная Деятельность Человека Когда человек При помощи Средств Труда Воздействует На вещество Природы На предметы Труда И преобразует Его в соответствии Своей цели То есть Вот здесь На что получается Три момента Первый момент Это Средства Труда Это то При помощи Чего Человек Воздействует На вещество Природы Предметы Труда Это то На что Воздействует Человек И третий Это целесообразная Деятельность И вот он Подводит Такой итог Небольшой Что процесс Труда Как мы Изобразили его В простых И абстрактных Его моментах Есть целесообразная Деятельность Для создания Потребительных Стоимостей Это первый Том капитала По собранию Сочинений Том 23 Страница 195 Здесь появляется Такое понятие Это определение Как потребительная Стоимость Ну впервые Потребительная Стоимость Я просто напоминаю Слушателям Марс говорит Сам в начале Капитала Буквально На первой Странице Помню Он чего Начинает Товар Это прежде всего Вещь Которая Благодаря Своим Свойствам Удовлетворяет Те или иные Потребности Человека То есть Благодаря Своей Полезности Полезность Вещи Делает Ее Потребительной Стоимостью То есть Вот Сам в начале Марс сказал Об этом И здесь Поминает То есть Потребительная Стоимость Это прежде всего Вещь Вот такое Получается Значит Если И дальше Он Подытоживает Если Рассматривать Весь процесс С точки зрения Его результата Продукта То есть Средство Труда И предмет Труда Оба Выступают Как Средство Производства А самый Труд Как Производительный Труд Вот он Первый Наш Выбор То есть Марс Дает Такое Базисное Основополагающее Понятие Или Определение Производительного Труда На котором Покоится Вообще Исторический Терроризм И оно Вытекает Из Основного Положения Которое Вначале Приводил Что Производство Материальный Благ Материальной Производства Есть Перевосновы Жизнедеятельности Человека То есть Здесь Теперь Мы можем Как говорится Немного Рассмотреть С разных Сторон Два Момента Получается Понятие Производительный Труд Первое Это Труд Направлен Деятельность На Вещи На предметы И второе Это действие Оказывается Непосредственно Непосредственно То есть Между Человеком И этой вещью Никаких Других Людей Нет Соответственно Можем Делать Кто такие Рабочие Это люди Трудящиеся Непосредственно Преобразующие Вещи То есть Иначе Сказать Результатом Их Непосредственного Труда Является Вещи Продукты Ну вот Такой Значит Первый Вывод Что Касается Добавлений Есть Вот Такая Книга Называется Философия Производительного Труда Написана Известными Всем Авторами Доктором Философских Наук Поповым Михаилом Васильевичем И Доктором Экономических Наук Золотом Александром Владимировичем Они не случайно Вернулись К этой теме Книга Изгнана В 2006 Году Поскольку Вопросы Периодически Возникают Они Внесли Свои Добавления В развитие Вот этого Базисного Марсового Определения Производительного Труда То есть Они что Добавили Что Не только Производство Вещей Продуктов А их Перемещение Ну понятно Вот На заводе Рабочий За станком Произвел Какую-то Деталь Ну что Вот она Здесь лежит Ее же надо Перевестить На склад На другой Склад Еще куда-то То есть Вот это Расширение Развития Понятия Производительного Труда И второе Кроме Производства Вещей Добавлено Производство Энергии Производство Чего? Энергии Энергии Ну которая Печет По провода Вот такие Добавления Значит А кто еще Участвует В процессе Производства Кроме рабочих Кроме тех Кто Непосредственно Преобразует Мещи Во-первых Есть и люди Их довольно широкий Слой Работников Те которые Опосредственно Воздействуют Во-первых Есть мастер На участке Который дает Команду рабочих Делает Наверное Работники 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 И маркс Капиталь Мы возвращаемся К первому Тому капитала Рассматривая Развитие Капиталистической Формы Организации Труда От простой Кооперации Мануфактуре На человека Не на вещи На человека Вот я вам Рассказываю Здесь Читаю лекцию Как бы Оказываю вам Услов Или как писал Марс Мы вернемся К одному примеру Он дал В качестве Примера Школьного Учителя Который Изнуряет Учеников Тем Что дает Знания Какие-то Как бы Условно В кавычках Обрабатываю Голову Слушателей После лекции Вы пойдете Зайдете В парикмахерскую Что с вами Сделает Парикмахер Тоже Обработает Вашу голову Но снаружи То есть Окажет услугу Услуга Это деятельность Полезность Эффект Направленный На человека И таких же У нас очень много Учителя Врачи И так далее И наконец Есть еще Такие понятия Как образы Вот результатом Деятельности Поэта Что являются Стихи Какие-то Коэтические образы Музыканты Композиторы Что делают Тоже образы Художники И так далее То есть Вот в целом Образуется Такая В широком плане Жизнедеятельность Нашего общества Мы возвращаемся Значит Рабочие Это те Люди Те трудящиеся Которые Непосредственно Воздействуют Преобразуют Вещи Вопрос Вообще Есть у нас Рабочие Или нет Исходя из этого Понятия Основополагающего Базисного Фундаментального Марсового Определения Потому что Если мы Обратимся В Буржуазной Статистики Не знаю К этим Левым У нас Рабочего Класса Рабочих Нет вообще Ну Не совсем Дело Такое Скверное Я посмотрел Сайт Федеральной Службы Государственной Статистики Ротстат Долго Рылся Это несколько Месяцев назад Возникал Вопрос Нашел Есть одна Табличка Называется Занятое Население Разбитая По полу И группам Занятий По основной Работе Последние данные За 218 Год Аналогичные Данные Вы можете Найти В российском Статистическом Ежегоднике На удивление Я был удивлен Слово Понятие Рабочий Присутствует Появилось Нет Оно было Оно было И потом Я скажу Оно было Оно кое-где Исчезло Вот это Единственная Таблица Из Наверное Несколько Сотен таблиц Где слово Рабочий Присутствует Стал внимательно Смотреть Вот оно так Есть Вот здесь В таком виде Я вам Зачитаю итоги Если подвести Читу Выбрать Там есть Служащие Руководители Работники Рабочие Вот Все эти группы Занятых Где присутствует Номинование Рабочие Получается Что в 2018 В 2017 Году Насчитывалось Я буду Округлять 24 миллиона Рабочих Это много Но Конечно Надо Разбираться Разбираться В том Что Эта статистика Ведь строится На каких-то Методологических Принципах И да Действительно То есть Она не с неба Берется Есть так называемый Общероссийский Классификатор Занятий Это огромный Такой Многостраничный Документ Здесь все Расписано Кто чем Занимается Техники Чем занимаются Руководители Высшие Калификации Средние Калификации И рабочие Только В целом На удивление Когда давались Характеристики Рабочей Профессии Вот Эта статистика Правильно Говорит Это люди Которые Непосредственно Оказывают Воздействие На вещи Например Обслуживают Станок Устанавливают Деталь Контролируют Работу станка Это конечно Рабочие Ну появились Достаточно Серьезные Вопросы Не обнаружил Сельскохозяйственных Рабочих Ну нет Вроде Сельскохозяйственных У нас есть Продукция Выращивается Выращивается И пшеница И крупно-рогатый Скорб Крупно-рогатый Скорб А рабочих Нет Ну вот Нашел Ответ Есть В нашей Статистике Понятие Работники Работники Сельского Хозяйства Лесного Хозяйства Рыбоводцы Рыболодцы И таких 1 миллион 800 тысяч Человек Но когда я обратился К общероссийскому Классификатору Занятий Там достаточно Четко написано Что это Эти люди Которые непосредственно Воздействуют Знаешь То есть Обрабатывают Скажем Пашню Высаживают Культуры Ухаживают За ними Собирают Урожай Это рабочие То есть Их нужно Приклюсовать С другой стороны В категории Неквалифицированные Рабочие Коих было Порядка 6 миллионов Человек Но обнаружилось Много Специальностей Которые На мой взгляд Не имеют Никакого отношения Рабочие То есть Это например Билетюра театров Гардеробщики Уличные торговцы И так далее То есть Какое-то мы должны Сделать Здесь Ну и наконец Есть большая группа Водители И Водители Операторы Подвижного Оборудования Их порядка Более 6 миллионов Человек Но мы знаем Что Вот если Использовать Марсовое понятие Производительного Труда То водитель Скажем Грузового Транспорта Который Оказывает Транспортировку Переводствующих Его нужно Относить К рабочим Но водитель Легкового Транспорта Ну и Подпадает Под эту Категорию Ну вот После Всех этих Манипуляций Здесь Невозможно Было Определить Поскольку Более подробной Градации Нет Ну Можем Сказать Что В России На сегодняшний День 23-24 Миллиона Рабочих Это да Это много Я потом Сравним С тем Что было В 17 Году Вспомню Известное Определение Владимира Ильича Ленина Диктатура Пролетариата Я не буду Его целиком Приводить Напомню Что Ленин пишет Что определенный Класс А именно Городские Фабрично Заводские И вообще Промышленные Рабочие И дальше По тексту Состояние Только Руководить Сей трудящейся Массой В деле Свержения Иго-капитала И так далее До полной Победы Коммунизма То есть Ленин Выделял Промышленных Рабочих Всех Вот я обратился К статистике Посмотреть А сколько у нас Промышленности Рабочих Ну вот здесь Удивительное дело Значит Последнее упоминание Я нашел О количестве Рабочих Промышленности Сборники Которые Называются Промышленность Россия 2005 года После 2005 года А каждый год Эти сборники Сдаются Всякое упоминание Рабочих Промышленностей Исчезло То есть Я так понимаю С точки зрения Буржуазной Статистики Промышленности Рабочих Нет А все скрывается Под названием Промышленно-производственный Персонал То есть Это все И служащие И рабочие Нерабочие Генеральный директор Сюда попадает Рабочий Туда попадает Охранник Туда попадает Идобально Так вот В 2005 году Промышленности Рассчитывалось Ровно 9 миллионов Рабочих Не поленился Посмотрел А сколько было В РССР В 90-м году У меня нашелся Справочник Труд в СССР Извиняюсь В 88-м году Было 18 миллионов Рабочих То есть Два раза больше Значит Куда они ищут Ну здесь Два возможных Варианта Ответа Во-первых Идет рост Производительности Труда То есть Несмотря на Все катаклизмы Кризисы Рост Производительности Труда В российской экономике Идет Пускай Черепашьими Темпами А он связан К 90-го К 90-го Ну Взял За условный Расчет То есть Получается За 30 лет Мы даже Не растили Того уровня Который Был В РССР Хотя Если взять Самые маленькие Темпы развития Ну Весь мир Развивается Пускай Там небольшими Темпами Но 2-3 Процента Будет То есть По идее Должны Два раза Были увеличить За 30 лет Мы считаем Это о чем говорит О том Что на протяжении 30 лет Идет Сознательное Разрушение Нашего производства И этот процесс Разрушения Не остановлен До сих пор Ну и последнее Что здесь Ну много это или мало Вспомним опять Главный вывод Из капитала Марса Что капитализм Скотом своего развития Создает Материальную силу Которая способна Совершить переворот В капиталистическом Способе производства Рабочий класс Сколько было в России Нашел разные источники Вот тот же справочник Труд в СССР Дает следующие данные В 1913 году Чистость рабочих В промышленности Составляла 3 миллиона 900 тысяч человек То есть 4 миллиона Округленных И этого оказалось Достаточным Чтобы совершить Победоносную Социалистическую революцию То есть Вывод-то у нас Несмотря на вот эти Всякие негативные моменты Очень простой То есть На сегодняшний день Численности рабочего класса Достаточно Работа в том Чтобы он Сорганизовался И мы Ему могли Помочь Вот идем дальше Идем дальше Идем дальше Поскольку Маркс на этом Заканчивает рассматривание Производительного труда В капитале То есть Вот он дает Базисное определение Основное А дальше Рассматривает Капиталистические отношения Ведь смотрите Ведь вещь В условиях капитализма Какую форму имеет Товар Так вы Правильно сказали Товар А в товаре Есть стоимость А целью капиталистического Производства является Прибавочная стоимость А прибавочная стоимость Это Развитие стоимости Часть стоимости А на поверхности Буржуазных Экономических Явлений Прибавочная стоимость Выступает Как Прибыль Прибыль Прибавочная стоимость Которая создается Трудом Наемных рабочих Это вот такая Сущность А на поверхности Явлений Это прибыль Поэтому В голове Капиталисты На этой самой Поверхности Буржуазных Отношений Прибыль Выступает Как порождение Всего Аансированного Капитала Вот я даю Строгое Политико-экономическое Определение Прибыль Прибыль Это превращенная Форма Прибавочной стоимости Выступающая Как порождение Всего Авансированного Капитала Ну давайте Постанься На место Капиталиста Вместе Капитал Он с одной стороны Покупает Средства Производства То есть Кладывает Постоянный Капитал А с другой Стороны Рабочую силу Соединяется И идет Процесс Производства И в конечном итоге Капиталист Присваивает себе Прибавочную стоимость Но это выступает Как прибыль Как прибыль Соответственно Вот происходит Сужение Понятия Производительного Труда И Так и хочется Скать Воспаленном Мозгу Капиталиста Нет В голове Капиталиста Производительным С его точки зрения Какой труд Является Только приносящему Прибыль Совершенно верно Если рабочий Произвел Вещь Но капиталист От этого ничего Не получил Никакой прибыли Так это для него Бесполезный труд И вообще Если прокрутить Всю историю Экономической мысли На заре развития Капитализма Были такие Физиократы Такое направление Так вот У них Очень было Четко сказано Рабочие Это бесплодный класс Вот буквально Бесплодный класс Они неужели И вот через Несколько столетий Все это возвращается На гугли Своя Значит еще раз То есть для капиталиста Производительный труд Тот который приносит Прибыль И с этой точки зрения Вот мы возьмем Скажем Школьный учитель Кладный школь Который приносит Капиталисту прибыль Представитель Производительного труда Так ведь Так То есть вот Расширяется Но Это поверхностное Поверхностное отношение Мы должны понимать Что в сущности Вот это то О чем мы говорили Несколько раньше И вот С этим поверхностным Самоопределением Очень многие То есть вот Со стороны Апологеты Буржуазного строя И вот эти Так называемые Левые Носятся Как списанный торг И вот Мутят вон Ну вот мы с вами Сидим Лекцию слушаем Сейчас вот Откроется дверь Дойдет группа Товарищей Мужчины и женщины Скажут мы Певцы и певицы Возьмите нас в партию Мы признаем программу Устав Мы же возьмем Ну как можем строить Сказать Социализм Коммунизм Беспечный Нужны Нужны Да Но они при этом скажут Мы работаем На эстрадном театре Приносим Нашему Хозяину Владельцу Тебе Прибыль Наш труд Производитель Запишите Рабочий Дайте нам Решающий Голос Вот что-то уже не то Правильно Потому что Это еще раз повторяю Это вот такая Модификация Такое превращение Да Маскирование Производительного труда Настоящего Вот на уровне Поверхности Буржуазных Отношений Разве верхняя шелона Авангарда Рабочего класса Обязательно Должны состоять И только из рабочих Нет Может быть интеллигенции Нет Это другой вопрос Это совершенно другой вопрос Вспомним Классическую Мысль Ленина Наверное Все его знают Что построить коммунизм Руками одних коммунистов Это Ребячество И когда Ленин писал Я приводил частично Вот это Определение Диктатуры Пролетариата Только определенный класс А именно городские Фабрично-заводские И вообще промышленные рабочие В состоянии руководить Сей трудящейся массой Дели стружения Иго-капитала Дели строительства Социализма Плод дополнит побед Это понятно Совершенно понятно Что Ни один рабочий класс И никому Мисты не могут И один рабочий класс И даже И передовой отряд То есть это Но это другой вопрос Значит Ну а мы идем дальше То есть вот понятие Рабочее Производительного труда Как оно Модифицируется Изменяется В условиях капитализма И вот возвращаемся К той главе Это производство Прибавочной стоимости Где Маркс Дает это понятие Базисно Производительного труда И раскрывает Тайну прибавочной стоимости Я поймал себя на мысли Вот То что Многократно говорю В Красном университете И все наверное знают Присутствующие Как мы объясняем Эту эксплуатацию Излечение Прибавочной стоимости Вот рабочий день Он делится на две части Одна часть Это необходимое Рабочее время В то время В течение которого Рабочие работают Как бы на себя Создаются необходимые продукты Другая часть времени Это прибавочное Рабочее время В то время В течение которого Рабочие создают Прибавочный продукт Прибавочную стоимость Которая Безвозмездно Присваивается Капиталистам А безвозмездное Присвоение Прибавочного труда Это есть Эксплуатация Ну вот Применительно к нашей теме Вот я на какую мысль себя поймал. Во-первых, есть натуральная составляющая. Во-вторых, экономическая форма. Прибавочная стоимость – это экономическая форма прибавочного труда в условиях капитализма. Вот задаем такой первый вопрос. Хорошо, вот рабочий произвел в течение дня продукты. Он что, снял спецовку, помыл руки, одел костюм, пошел на склад и говорит, дайте мне нашу вещь, мою часть. Нет, конечно. Здесь возникают два вопроса. Первый, кому принадлежит продукт, произведенный на капиталистической фабрике? Даже несмотря на то, что в нем заключена частичка необходимого труда рабочего, его части, и прибавочный труда. Да он на сто процентов целиком принадлежит капиталисту. Естественно, да. И это не обман, это заложено в экономических отношениях капитализма, которые на поверхности выражаются в юридических отношениях. То есть вот встретились на рынке два равных товаропроизводителя. У одного из средств производства денежки – капитал, у другого нет ничего, кроме своей рабочей силы, которая принимает форму товара. Ударили по рукам, что рабочие продают? Рабочие силы. Пускают, так сказать, на время, там специфический товар. Ну, тот, кто покупает товар и распоряжается им, так сказать, в соответствии со своим, по своему усмотрению. Вы пошли в магазин, купили батон. Что хотите с ним, то и делайте. Поэтому, совершенно верно, по всем экономическим законам произведенный продукт целиком принадлежит капиталисту. А с остальной стоимостью, что получается? Вот день человек отработал, потому что выплатили – нет. Два отработали – нет. Проходит какое-то время. Ну, вот, скажем, по Трудовому кодексу нашей буржуазной России сказано, что зарплату надо выплачивать, ну, не реже двух раз в месяц. Вот через две недели только рабочие получат заработную плату. Как она называется? Аванс. Вот. Я тоже поймал на мысли, что иногда, так сказать, бездомно говорю, вот там скоро аванс выплатят. Что такое аванс по понятию? Авансируют. Это когда-то еще ничего, так сказать, не сделал. Никакого труда не дал мне. Рабочие силы ей дали аванс. Вот вы проводите в квартире ремонт, приглашаете ремонт. Они от вас требуют. Дайте нам аванс купить краску, кисточки и так далее. И вы с ними торгуетесь. Вот это аванс. А здесь какой же аванс? Это рабочие авансируют, капиталисты. То есть, вот видите, все отношения повернуты с ног на голову. И в Трудовом кодексе какие есть два понятия? Кто работодатель? Капиталист. А на самом деле кто дает работу? Рабочие. И это сделано не случайно. Не случайно. То есть, вот эти все отношения, закамуфлированные, они в превращенном виде предстают на поверхности явлений. И как происходит дальнейшее распределение? То есть, мы переходим к вопросу распределения материальных благ. То есть, при капитализме товар имеет натуральное вещество, составляющую, да? Вот это вещи. И стоимостную сторону. То есть, вот товары целиком принадлежат капиталисту. В них заложена уже прибавочная стоимость в том числе. Что делал капиталист с этими товарами? Реализует. Получает другой товар деньги. Но сегодня это бумажные знаки, как бы знаки стоимости. И только после этого выплачивается заработная плата рабочей. То есть, вот эта новая стоимость, созданная руками рабочих, она делится на две части. Одна поступает им обратно в виде заработной платы. Другая присылается капиталистам. Это первый акт. Назовем это первичное распределение. А что идет дальше? А дальше следующий процесс идет. Назовем это вторичное распределение. Ведь, что из заработной платы вычитается сразу? Подоходный налог. Это называется налог на доходы физический. 13 процентов. Причем сразу забирается. То есть, рабочий еще не получил, бухгалтера уже забрал и отправила. Рабочий получает на руки чистыми, так называется, вот эту заработную плату, грязную за вычетом, подоходного налога. Куда поступает подоходный налог? Государственный бюджет. Что такое государственный бюджет? Это общая казна капиталистов. Всего класса капиталистов. Обратимся к прибавочной стоимости. Вот капиталист получил прибавочную стоимость. Ну, я пока опускаю вопрос. Там речь идет о прибыли. И там тоже должен поделиться. Во-первых, он должен заплатить зарплату остальным работникам. Генеральному директору сумму должен заплатить? Должен. Бухгалтеру должен заплатить? Должен. Программисту. Дальше он должен заплатить свой общак капиталистический. Налог на прибыль 20 процентов. Туда идет? Туда же. О, конечно. В общую казну класса капиталистов. Ненародный. Государственный бюджет ненародный. Мы даже понимаем, да? Это денежные средства всего класса капиталистов. Дальше. Он должен поделиться с теми группами капиталистов, которые тоже участвуют в процессе производства и окажут определенные необходимые действия. С торговым капиталистом должен поделиться? Должен. Это называется торговая прибыль. С банкирами должен поделиться? Если он берет суда, а без кредитов сейчас не обойтись, что он выплачивает? Банковский процент. Банковский процент закладывается вот в это дело. Для банкира это доход банковский процент. Ну, вот здесь он. И все, что ему остается, это остается предпринимательский доход. Вот торичное распределение. Но на этом дело не заканчивается. Дальше третичное распределение. Ну, посмотрим только один участок. Это средства государственного бюджета. Туда стекаются миллиарды, сотни миллиардов, триллионы рублей. Дальше буржуазное государство решает, куда их направить и кому. И поэтому, так сказать, распределение, куда идет, мы видим четко классовый характер буржуазного государства. Ну, куда прежде сидит? На содержание армии, на содержание полиции. Вот это специально посмотрел. Да, национальная гвардия. Даже посмотрел. Значит, численность национальной гвардии, это бывшие внутренние войска, триста сорок тысяч человек. Ну, я понимаю, что... Это только внутренние войска. Это только внутренние, да. Там сейчас ОМОН, туда сейчас все засунули. Я ориентируюсь на интервью, данное начальником национальной гвардии агентства РБК в прошлом году, по-моему, он называл цифру триста сорок тысяч. Не в этом дело. Это огромная численность. А какие функции национальной гвардии? Ну, понятно, там частично с террористами борются. А так, на всякий случай, быть наготове, чтобы в случае народного возмущения, вот, подавить это дело. Ну, и, конечно, нужно решать какие-то социальные проблемы. Не с точки зрения, сказать, обеспечения полного благосостояния всестороннего развития личности, об этом дело не идет. А сглаживать противоречия. Ну, можно содержать медицину. В каком-то варианте? Нужно. Вот туда часть идет. Какое-то образование должно быть? Ну, должно быть, туда идет. Ну, хоть какое-то развитие экономики? И туда идет. И так далее. Вот третичность. И вот этот процесс, он вот, вот так это идет. Но если мы прокрутим обратно, то получается источник всех этих доходов. Это труд рабочих, который в условиях капитализма создает прибавочную стоимость. Мы периодически делаем расчеты нормы прибавочной стоимости. Это отношение прибавочной стоимости к переменному капиталу, заработной плане. В рамках исследования положения рабочего класса России. Я напомню, что норма прибавочной стоимости является точным показателем степени эксплуатации. Ну, вот я посчитал в конце прошлого года норму прибавочной стоимости Новороссийского морского торгового порта, где есть докеры Росоюзной организации. Ну, скажем так, чтобы сказать результат, получил следующее 1187 процентов. Иначе говоря, если перевести в часы и минуты в течение восьмичасового рабочего дня на этом предприятии, а это передовое капиталистическое предприятие с высокой производительностью труда. Докеры 37 минут работают на себя и 7 часов 23 минуты на капиталист. И эта цифра, я как бы по известному поручению делал эти расчеты, но мы встречали. Вот здесь выступал Виктор Георгиевич Долгов, по-моему, два года назад. Он назвал цифру, если не ошибаюсь, 40 минут. Почти совпало. Доктор экономических наук Мазур Олег Анатольевич давал цифру, по России он считал. Один час работают на себя в течение рабочего дня, 8 часов на капиталисты. То есть, все совпадает. Данные, как говорится, свежие. То есть, вот такая степень эксплуатации. И, значит, вот за счет этой огромной прибавочной стоимости, вот содержится все общество. Так, идем дальше. Ну, заканчиваем здесь с капитализмом. Возвращаемся к манифесту Коммунистической партии и к критикам, в кавычки беру критики, поскольку никакие не критики они, которые говорят, что пролетариата нет давно, вообще пролетариат исчез, пролетариат умер. Ведьма, проблемы эти были и в те годы. Потому что не случайно Энгес сделал примечание к английскому изданию манифеста. Потому что, если пролетариат смотреть по происхождению этого слова, пролетариат – это кто такой? Просто неимущий. Так неимущий у нас сегодня все. И врачи, и учителя. А как выделить их рабочих? И вот Энгес написал, я процитирую. Для этих критиков тогдашних и сегодняшних. Под пролетариатом понимается класс современных наемных рабочих, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены для того, чтобы жить, продавать свою рабочую силу. Том 4, страница 424. То есть четко сказал Энгес. Это случайно не из примечаний к манифесту? Совершенно верно. Совершенно верно, да. Которое сделано через 40 лет после издания в 1848 году первого издания манифеста. Не случайно же такие, так сказать, гениальные люди делают эти замечания. Значит, были проблемы, вот они и разрешены. Рабочие. Прежде всего, рабочие. Значит, у нас осталось немного времени. Что касается социальности. Рабочие остаются пристали? Остаются. Производительный труд есть? Есть. Но экономическая форма уже, это не товарная. Стоимость не производится, тем более прибавочная стоимость и так далее. То есть, пронятие производительного труда и рабочего остается. А понятие пролетарий еще не говорит? Давайте вопросы потом. Потом вопросы в списанной форме. Вот какой интересный обратил внимание. Вот момент. Что в нашей экономической литературе и в практике хозяйственной, и в статистике в 30-е годы, и в 50-е, и более поздние, было разделение. Необходимый продукт и прибавочный продукт. И была, скажем так, заработная плата, которая относилась к необходимому продукту, и прибавочный продукт, который урожался в прибыли. А вот в этом же капитале, в первом томе, мысли, которые иногда, так скажем, читаешь, не обращаешь внимания, а когда готовишься к определенному вопросу, к определенной дискуссии, ты обращаешь эту мысль. А вот Макс, который писал о будущем коммунистическом обществе, исходя из тенденции развития капитализма, а при капитализме, там четкое деление необходимый труд и прибавочный труд. Вот два антагонистических класса, класс рабочих и класс буржуазии. И вот он писал, Макс, что в будущем коммунистическом обществе не будет деления на необходимый и прибавочный труд. А почему не будет? Так не будет класса буржуазии. И весь труд, и весь продукт будет необходимым. Вот Маркс и дальше отмечает, что просто необходимый труд и необходимый продукт, который является результатом этого труда, расширит свои границы. Ну давайте вот поставим, рассудим, вот рабочий класс, взял власть в свои руки, нет, здесь класса буржуазии. Вот он производит непосредственно, скажем, производит материальные ценности продукта. Так он необходимый. Нужно обеспечивать развитие производства? Нужно. Это необходимая часть жизни. Нужно обеспечивать жизнедеятельность врачей и учителей? Конечно, нужно. Это необходимая часть. Нужно содержать стариков, инвалидов? Нужно. Это тоже необходимая часть. Ну вот в практике было такое. Хотя, на самом деле, если посмотреть статистику, я приведу только две цифры. На самом деле, роль прибыли, которая как бы выражала вот эту часть прибавочную, то есть может быть, как-то вот всем привычно понятие прибыли. Как-то не решились отказаться. То самое, как сейчас, даже я иногда говорю, вот аванс скоро будет. Хотя на самом деле не какой-то аванс. Это прямо противоположно. Ну вот, например, по данным, ну я выборочно взял четвертый пятидесят, пятилетка, сорок шестой, пятидесятый год, что на 60 процентов весь государственный бюджет был сформирован за счет налога с оборота. А доля прибыли составилась у семь с половиной процентов. Сколько? Семь с половиной процентов. Источник данных истории социалистической экономики, том шестой, страница стодесят шестая. То есть незначительный руль. Ну такой вот рудимент оставался. Семь с половиной. Семь с половиной. Хотя можно было и вообще это дело выделить. А кто это был? Нет, ну такой был. Так, ну давайте подводим итоги. Значит, первое. Марс дал определение производительного труда. Базисное, основополагающее, которое покоится на основных фундаментальных положениях исторического материализма. Что нам нужно делать? Держаться. Держаться. Поскольку, если мы не будем держаться этого понятия, то нас здесь раздавят. Раздавят. Поскольку такой уж шаг бьется. Все прямо противоположное. Что скоро рабочего класса у нас не будет. Это первое. Второе. Вот я задался вопросом, который я озвучивал. Вот случайно Владимир Ильич Ленин, это великом подчинник, это уже после революции, когда приступили к строительству социализма, из всего рабочего класса выделил только городские, фабрично-заводские, промышленные рабочие. Ну не мог же я сказать Владимир Ильич Ленин вот так вот случайно, с кем-то разговаривал, что-то писал, я так, нет, не случайно. Я думаю, в этом определении он подытожил опыт подготовки революции, совершения революции и начала социалистического строительства. Более того, вот мы в ходе обсуждения, было найдено письмо Ленина, по-моему, Вячеславу Молотову, где Владимир Ильич пишет о том, что нам надо бы при приеме в партию вот установить такой порядок, принимать рабочих со стажем 10 лет. Нет, меньше просто кандидатский стаж. А, меньше кандидатский стаж. Тоже не случайно ведь. Тоже не случайно. То есть вот в рабочем классе, широком, большом, 24 миллиона, есть ядро, ядро, на которое нужно опираться. Ну и, конечно, я хотел закончить, но в ходе выступления, так сказать, был вопрос, повторюсь только, рабочий класс не может, тем более коммунисты, как авангард рабочего класса, построить коммунизм. Это делают все трудящие, но под руководством рабочего класса. Спасибо за внимание. Если что, пожалуйста... Спасибо. Спасибо, Виктор Иванович. Так, поступило двух человек, два или три вопроса там. Кто присваивал прибыль при социализме 7,5%? У вас уже сказали о ЕПЕК. Смотрите, позиция такая. Я привел данные за 46-50-е годы. Это четвертая пятилетка. Ну, однозначным был социализм. Чуть-чуть. Однозначный тогда был социализм. Ну да. Не было класса буржуазии. Поэтому присвоения, вот в таком понимании, как кто-то присваивает чужое, его не было. Было государство диктатуры, пролетариата, которое в такой форме оформляло часть необходимого продукта. и которое потом направляло на нужды всего общества. Это часть, кусочек государственного бюджета. Просто он оформлялся как поступление от прибыли. А куда направились средства государственного бюджета в социалистическое государство? На нужды всего общества. Извините, это какой? Шестой ток, да? История. Я вам дам ссылку. Так что такое противоречие между производительными силами и производственными отношениями? Что такое международное разделение труда и связанное с этим противоречие? Могу, как Михаил Васильевич поступил. Без подписи, анонимка. Я зову. Не отвечаю, да? Есть такое противоречие между производительными силами и производственными отношениями. Хотя с ним нужно разобраться о его месте. Значит, любое экономическое систему формирует систему противоречий. Так ведь? Что такое способ производства? Вот предмет исследования или капитализм это способ производства. Даю определение. Способ производства это единство производительных сил и производственных отношений. мошеней. Если вы обратитесь к вступлению Марса к предисловию к первому тому капиталу, он пишет, что предмет моего исследования капиталистический способ производства и соответствующие производственные отношения. Но если способ производства это единство производительных сил и производственных отношений, то в диалектике это может просто единство вот такое непротиворечивое? Нет, конечно. то есть оно образует известное противоречие, которое развивается. Международное разделение труда и связанное с этим противоречие. Ну я думаю достаточно много, но давайте сейчас посмотрим. Значит, берем капиталистическую часть мира. На каком этапе развития капитализма находится мир капитализма сегодня? Империализм, конечно. Нет, 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 монополистический капитализм, ни какой-то нефеодализм, это империалистическая стадия. Какие там противоречия? Ну основное назовем. Вот мир капитала разбился на две группы. Маленькая группа собственных империалистических стран или их еще называют империалистические хищники. И другая группа, которых эти империалистические хищники разбудники, эксплуатируют. Есть между ними противоречия? Конечно, есть. Внутри этих империалистических хищников есть противоречия? Есть противоречия между главным империалистом сегодня Соединенных Штатов Америки и по Мельсии там? А Англии, Франции и так далее? Пожалуйста, есть. То есть, конечно, там тоже образуется система противоречий. Ну, как говорится, отдельно, все, да? Спасибо. Спасибо, вопросы завершены. Выступающий у нас один доцент Герасимов Иван Михайлович. Пожалуйста, Иван Михайлович. Первое, необходимо поздравить Виктора Ивановича с блестящей лекцией. Я стараюсь завидовать молча. Можно? Да, и хотел вопросы сначала задать, но потом какие-то вопросы они сами по себе отсеялись в ходе подробнейшего изражения Виктора Ивановичем очень сильная. Конечно, лекция хорошая. И вот наглядно видно, как вот эти определения красов они богатели по мере того, как человечество продвигалось на практике к реализации революции, к реализации к росту рабочего краса и реализации своих красных порномочий. Вот Марс писал, что не моя заслуга открытия красов, да? До меня Гизо. Гизо, как говорит, красов, это большие группы людей, различающиеся по отношению к средствам производства. Просто не затеяли два краса, кружок и пролетарии. Вот. У Маркса тоже вроде как бы это не противоречий нет ни в манифесте, ни в капитале. В капитале, кстати, не знаю, кто там, это двуличенский, да, с этим поиском автоматическом. Там, по-моему, все это понятием пролетариата пронизано, по крайней мере, первый дом. Но там все-таки выкристаллизовывается то, что вот сказал Энгельс 40 лет спустя после написания манифеста в своих примечаниях, что это промышленные рабочие пролетариат. А почему не сельскохозяйственные, не строительные, не транспортные? Ну, видимо, потому что в силу того, что там край, конечно, это рабочие с точки зрения политэкономической, это люди, производящие прибыль, занимающиеся непосредственно производительным трудом, но и тем не менее, все-таки вот в них такое что-то есть, что не позволило отнести Энгельс у их вот к промышленным рабочим. И в дальнейшем Ленину промышленные, городские, промышленно-заводские рабочие. Вот, видимо, это связано с тем, что, во-первых, очень низкий культурный уровень, и у сельскохозяйственных рабочих, у которых рядом там какие-то свои земельные надеры и так далее, их все-таки это тянет к земле. Строительные рабочие, которых набирают вот из разорившихся крестьян, сейчас это преимущественно гастарбайтеры, у них тоже зачастую мысли, так сказать, они временные, недавно ставшие рабочими, мысли у них во многом как заработать и куда-то там уйти, поэтому у них тоже надежды нет. Транспортные рабочие, они очень разобщены, мы довольно много работаем и с кролейбусами, с крамваями, и с машинистой метро, они сами все говорят, что вот наша проблема в том, что нас даже не собрать толком, у всех разные смены, мы вот едем наземные, они хоть там с экипажами, у них там кондуктор-водитель, а метрошники они вообще по одному ездят и соответственно у них проблема большая даже собраться вместе, поговорить где-то, что у всех разные смены и так далее. Это вот тоже такая проблема, и отсюда вот получается, что вот да, вот промышленный пролетариат. И вот в этом письме Молотову, да, где Ленин писал о том, что надо стаж поменьше установить рабочим, которые не менее десяти лет без посторонних целей работающих с теми крупной промышленности, это с чем связано? Ну, с тем, что когда победила пролетарская революция, очень много сразу же объявилось пролетариев, желающих себя объявить пролетариями, ну и сейчас мы примерно то же самое наблюдаем, хотя до победы нам далеко еще, и всех вынули в этот пролетариат, раз будущего, и здесь вот это надо было, конечно, ограничение необходимо было установить, то есть по мере того, как идет продвижение дальше-дальше, вот это все строже-строже надо делать, иначе здесь разбортаемся и пойдем не туда. Аналогично, кстати, с системой власти, еще летом семнадцатого года Ленин в государстве говорился и писал, что чиновникам значит, чиновникам сменяемость в любое время, совмещение представителей, исполнительных законодательных властей, низведения зарплаты чиновников к среднему заработку, не к среднему заработку, к заработку рабочего на голове, этого достаточно, а уже через год с лишним в программе партии вот Ленин с чем необходимо ему записать, что вот необходимо система советов, избираемых по заводам и фабрикам, а иначе рассыпятся вот эти чиновники, хотя, так сказать, они вроде бы как это будет соблюдаться, но, кстати, это правило как-то соблюдалось вплоть до девяносто первого года, и зарплата была у чиновников не выше зарплаты рабочего, и сменяемы, вроде бы как, формально были в любое время, и совмещение было исполнительной и законодательной власти, а вот произошла реставрация капитализма, тем не менее. Это вот существенные очень вещи, и Ленин не случайно назвал в 18-м году, через год после написания работы государства и эволюция, что советы, вот избираемые по заводам и фабрикам, и мерусь в виду, это организационная форма диктатуры и пролетариата, без этого не проживешь. Ну, а советы, они, так сказать, не могут функционировать успешно, если мы не знаем, что такое рабочий и как его определить. Ну, я прошу прощения, еще буквально одна минута, вот Виктор Иванович упомянул в дискуссии у нашей партии, откуда она возникла. Значит, вот, есть, скажем, водитель грузовика, он рабочий, или машинист грузового поезда, всем ясно, что он рабочий. А вот машинист метро или машинист пассажирского поезда, который упорняет те же самые функции и все такое, но он по Марсу, как совершенно верно сказал Виктор Иванович, рабочим не является. Ну, из-за этого, так сказать, там начались дискуссии достаточно бурные, причем там некоторые горячие головы из наших рабочих говорили, что это челядь, обслуга, но это люди, которые оказывают услугу людям. Да, действительно, машинист метро, он везет людей непосредственно производственно рабочих, но челядью там прислугой называть, ну, это через край, конечно, уже совсем. Вот. Но, тем не менее, приняли такое сарамоновое решение, что, конечно, к рабочим их причислять нельзя, но, тем не менее, при голосовании, когда вот добирают до числа голосующих, чтобы было на одного рабочего больше все-таки, вот в первую очередь выбирать вот этих товарищей, которые, хотя и не являются рабочими строго по марсу, но они очень близки к рабочим, и с точки зрения заинтересованности в построении коммунистического общества, они ничуть не хуже. Вот поэтому здесь такие вот тонкости проявляются в том числе и на практике, и в дискуссиях. Ну, спасибо большое сейчас, Виктор Иванович, замечательно. Спасибо, Иван Михайлович. Вопросов больше нет? Что-что? Выступающих нет еще? Больше нет выступающих. Ну, сейчас, секунду. Да. Ну, Иван Михайлович сказал, у нас еще есть еще одна форма. Вот, локомотив, машинист, и по всей вот Сибири, Дальнему Востоку, этот локомотив сегодня разнарядку получил пассажирский, вести состав, а на следующий день он уже ведет грузовой. Какой смешанный. Да. Теперь маленькая справка по, поскольку Росгвардия звучала, и по Росгвардии мы понимаем, действительно, внутренние войска это была основа, но сейчас есть в Росгвардии вневедомственная охрана. Что значит неведомственная? Сотрудники, но эти сотрудники еще заключаются договора с предприятиями, с банками, не охраняют, и содержатся за счет этих договоров. И ОМОН. Ну, мы знаем, и на рынок пойдешь, если не профильтруют ОМОН, и в других местах, то безопасности народу не будет. Поэтому, чтобы мы выходили из этого здания и чувствовали себя на улице спокойно и уверенно, для этого есть в том числе и Росгвардия. вопросов у нас больше нет, выступающих больше нет. Заключительное слово Виктор Иванович. Виктор Иванович, пожалуйста. Я хочу еще раз акцентировать внимание на том, о чем я говорил. Ситуация такая, что идет со стороны буржуазии правящего класса сильнейшее давление, сильнейшая попытка и дискредитировать, и вообще убрать понятие рабочего, производительного труда, рабочего, рабочего класса. Поэтому первая наша задача защитить понятие рабочего, рабочего класса. А вторая более важная, поскольку мы понимаем, что у меня рабочий класс до конца, революционный класс, помочь ему организоваться в этой борьбе. Спасибо за внимание. Спасибо. Объявление. Объявление. Все? Объявление. Объявление. Да, да, да. Ну, действительно, очень интересная лекция сегодня была. И следующая у нас лекция тоже не менее интересная. Классовые различия в СССР будет читать уже прекрасно выступающий сегодня Иван Михайлович Герасимов, доцент. Добро пожаловать в следующий четверг. Все, спасибо. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok